Этот человек Который мог бы рассказать многие ее страницы Через свою собственную судьбу События, произошедшие с ним, настолько невероятны Что задумываешься, случайно или умышленно Марок Хальтер называет их по-русски Иногда историей, но чаще сказки Вот то, это стена плач Камени во времени Соломона Три тысячи лет назад Я себя так спрашиваю Что бы я сделал в это время Три тысячи лет назад Я бы здесь сидел И рассказывал мои истории И что я делаю сейчас Ну я то и то самое Я вам рассказываю мои истории Марок Хальтер часто приезжает в Израиль уже более полувека Он был знаком со всеми руководителями страны От Бен-Гуриона до Ариэля Шарона А с Голдой Мейер Главной женщиной в политике Израиля Его связывали особые отношения С самой их первой встречи В 1953 году И она начала мне говорить по-еврейски Я не очень хорошо понял Я ей начал говорить по-идишь Ей это нравилось Это тоже был ее первый язык Когда мне она спрашивала Моих родителей Мои фамилии в Варшаве Я сказал, что я никогда Я не помню мою бабушку Так она мне сказала Я то буду твоей бабушкой Приезжая в Израиль Хальтер, у которого еще с времен Алжирской войны Было много друзей арабов Установил контакты и с палестинскими политиками Это особое положение Навело его на мысль попытаться Помирить обе общины То, чем он занимается еще с конца 50-х Вполне можно назвать Тайной дипломатией Не знаю, если это дипломация Человек, но писатель Любит мир Знает евреев Он еврей У него есть друзья здесь в Израиле У него есть тоже друзья с второй стороны Почему не подумать о какой-то встрече Тайной встрече в начале и потом Чтобы вышло что-то, может быть Красивая Это не сказка, но история Было это в 69-м году Я помню Эти-то друзья мои Приготовили встречу для меня с Арафатом В это время он был Ну, шефом террористов Еще не было Государства Палестинского Но я то думал, что все-таки Было бы Красивее, лучше Приехать раньше до Иерусалима И сказать это Гольдемаер Все-таки Гольдемаер Это вам сказал Она была моей бабушкой Звоню до нее Знаешь, я приехал на один день Потому что завтра я уже буду в Йордании В Йордании Что там будешь делать в Йордании? У меня есть встреча с Арафатом С Арафатом? Как это? Ты будешь говорить с человеком Что у него кровь на руках Еврейских детей? Я знаю Гольда Один день мы должны подписать мир И только с врагами подписают мир И если мы можем спасти Несколько детей Еврейских и Палестинских Почему это не сделать? Она не ответила Ждал, ждал Не хотела больше говорить со мной Это страшно Ты видишь человека, что ты любишь И он уже не говорит с тобой Сказал шалом, до свидания Пошел И в 6 утра Телефон Я узнал ее голос Марек Это Гольда Лех Еди Поезжай Ну так я поехал Но если я должен быть шпионом Чтобы привести мир И родину для вас Так я могу быть шпионом Почему нет? И в конце концов Я сказал Слушайте, вы интересный парень Я был очень рад Познакомиться с вами Но Знаете Я вам даю Если вы хотите меня сейчас увидеть В будущем году в Тель-Авиве Говорю Дорогой Ясерафат Дорогой Черман Если бы это было верно День раньше Я вас убью И все так встали А с вами корешников Как это? Человек говорит До их президента Ну он был Здесь в порядке Он сказал Спокойно, спокойно Вы хотите меня убить? Я Я не приехал Чтобы вас убить Я приехал Чтобы говорить с вами Потому что я думаю Что Когда люди говорят Один сторон Мы то то самое Перед Богом Мы то то самое Родились Умираем И во времени жизни Можем жить в мире Есть место Для палестинской страны Около израильской страны Есть место Подумал так Подошел на меня Поцеловал Он любил целовать людей Поцеловал Если не хотите Чтобы мы увиделись В Тель-Авиве Увидимся здесь Интересно Маленькие детали Я видел Может быть потому Что я то писатель Важный в политике Мы думаем Что в политике Люди говорят Бизнес Я тебе даю это А ты мне даешь это Это не так проходит Важно Как это говорят Теперь я вам то скажу Интересно Это было Перед встречей В Осло Первая официальная встреча Между Израильскими Официальными И палестинскими И Шимон Перес Не хотел Дать Окей Он был В это время Министр Иностранных дел Он не думал Что с Арафатом Можно что-то сделать Что-то Важного Что-то Серьезного И он всегда Меня расспрашивал Ну как Ты думаешь Я ему говорил Что да И он думал Я думал Что это был Хороший момент Поехать в Арафат А ему Помочь Немножко Сказать Ты должен пойти Быстрее Люди умирают Каждый день Здесь Почему Для чего И это интересно В это самое Время Он хотел Со мной Говорить О Пересе О Рабине Скажи мне Как они И он Как он Не спал Ночью Так он Любил Приглашать Своих друзей Ночью Так он Нас приглашил Ночью Сидим Пьем чай И В этот момент Приходит Какой его Советник С телеграммой Он Хочет читать И не может Так берет Свои очки И Мне говорит Видишь Уже старый я Не нужно очки И это все Ну Вернулся От Арафата Звонил До Переса Это было В пятницу В пятницу Вечером У евреев Нормально То все Все Фамилия Приходит Ужин Красивый И Пьем чай Уже В конце Говорит Ну И твой друг Арафат Как он Стареет Как это Стареет Он мне спрашивает Он нормально Я видел Фотограф Ну-ну Он стареет И почему Я ему Рассказываю И Перес Говорит Это верно Ему Уже Нужны очки И я видел Что для Шимон Переса Это было Важно Вдруг Он Видел Уже Не террориста Но человека Нормального Человека Что Начинает Быть Старшим Ему Нужны очки Как у Переса Тоже Так Если Это Человек Нормальный Может быть Можно с ним Переговорить И Он мне Взял Так Говорит Знаешь Что Я скажу Твоим Друзьям Моим Друзьям Ок Чтобы Начали Переговоры Хальтер Хальтер на самом деле Означает Писарь Еще сегодня По-немецки Бухгалтера Называют Буххальтер Тот Кто Ведет Книги Это Старинная Изанская Семья Мои Предки Работали С Первопечатником Гутенбергом В 1435 году Представьте себе В Альзасе До сих пор Немало Хальтеров Ставших Католиками Протестантами Среди Иудеев Их осталось Очень мало Многие Жили во Франции Никогда Не покидали Францию Многие Жили в Польше Этих Всех Уничтожили Во Франции Из 300 тысяч Евреев Погибло Менее 100 тысяч Менее 100 тысяч Все Имена Погибших Вырезаны На этих Мраморных Плитах Смотрите Вот я нашел Двух Хальтеров Среди тех Кто остались Во Франции Франция Это особый Случай Здесь были Коллаборационисты Виши Французская Милиция Всех этих Евреев Нацисты Никогда Не обнаружили Без помощи Французской Милиции И в то же Время Именно Во Франции Удалось Спасти Больше Всего Евреев Любопытно Что Их Спасала Не Интеллигенция А Простые Люди Простые Рабочие Простые Крестьяны Варшава Здесь я родился От моего города Моего района Моей улицы Не осталось Ничего Все было Разрушено И отстроено Как попало На нерасчищенных Развалинах Единственное Указание На место Моего рождения Это вот Эта табличка Улица Смоча И окрестности Мне кажется Мой дом Был где-то здесь И еще Осталась Эта церковь Из красного кирпича Которую я видел Со своего балкона И которая Уцелела Во время бомбежек Семья Марека Принадлежала К польским Хальтерам Уже Несколько веков Жившим В Варшаве Его отец По семейной Традиции Был печатником Мать Поэтессой Писавшей На идише Марек Рос среди книг Но его детство Длилось Недолго Ему было Семь лет Когда началась Война И первые Впечатления Марека Далеки От идиллических Воспоминаний Когда начались Бомбежки Варшавы Одним из первых Разбомбили Дом моего деда Абраама Аминь.